Вы смотрите новости недели. Коротко о главных событиях из жизни региона далее в обзоре от службы информации. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко посетил Ижлобин. Программа визита была насыщенной, включала прямую телефонную линию, личный прием граждан и участие в заседании комиссии по содействию занятости населения. Всего на прием к помощнику президента пришли 10 человек, еще 9 позвонили на прямую линию. Юрий Шулейко отметил, что все вопросы, которые поступили от жителей региона, имеют под собой актуальную основу и касаются обеспечения жизнедеятельности. Подходить к решению каждой ситуации нужно комплексно, поэтому участие в личных приемах граждан всегда принимают специалисты разных уровней. На заседании Гомельского облсполкома подведены итоги социально-экономического развития в минувшем году и уточнены задачи на 2019-й. Среди основных невыполненных показателей – воловой региональный продукт, производительность труда и экспорт товаров. Хотя здесь ситуацию можно оценивать по-разному, в любом случае ни один из этих показателей не оказался ниже прошлогоднего. Особое внимание промышленному комплексу. В последние годы проведена модернизация ряда крупных предприятий, построенные новые. По количеству реализованных инвестпроектов Гомельщина среди лидеров. О социально-экономическом развитии региона в 2019-м шла речь на шестой сессии Гомельского областного совета депутатов. Прогноз на текущий год оценивается как оптимистичный. Для выполнения прогнозных показателей требуется увеличение объемов продажи и, как следствие, рост эффективности работы предприятий, а также создание новых производств. Во время проведения сессии утверждена и новая инвестиционная программа. Документом, предусмотренной из областного бюджета, направить на строительство и ремонт более 90 миллионов белорусских рублей. Руководитель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдко посетил Белорусский металлургический завод. В рамках визита он побывал на предприятии и ознакомился с производством. Встреча с трудовым коллективом БМЗ началась с подведения итогов 2018 года Малой Родины. 2019-й тоже пройдет под этим знаком, и многие проекты будут продолжены. Сотрудники Белорусского металлургического завода поинтересовались у руководителя Белой Руси деятельностью организации и ее сотрудничеством с другими общественными организациями и государственными органами. Эстафета «Огня» ко вторым европейским играм стартует 3 мая, зажгут пламя мира в Риме. На территории нашей страны первыми эстафету примут в Бресте, после она пройдет по всем регионам. Маршрут пробега по территории Гомельской области в облсполкоме обсуждали на рабочем совещании с участием представителей дирекции вторых европейских игр. Известно, что марафон в течение шести дней пройдет по самым знаковым объектам и местам региона.